Когда тяготы стали невыносимыми для посланника Аллаха, салаллаху алейхи васалям, в Мекке, Всевышний не спасал к нему несколько сур, и среди них было это. Разве мы не раскрыли для тебя грудь твою и не освободили тебя от ноши, которая оттягачала твою спину, и не сделали громкой славу твою? Воистину, за каждой тягостью наступает облегчение. За каждой тягостью наступает облегчение. Посему, как только освободишься, усердствуй и устремись к своему Господу. Давайте вместе подумаем над словами Аллаха. За каждой тягостью наступает облегчение. Если бы у вас возникла какая-то проблема, и вы пришли бы пожаловаться к кому-то, что бы он вам сказал? Он бы сказал, иншааллах, после этого бедствия наступит облегчение. После. А Аллах не сказал вам после. Он сказал за. За каждой тягостью наступает облегчение. То есть, нет тягости, за которой не последовало бы облегчение. Вот о чем обычно идет речь, когда говорят, что нет ничего абсолютного злого, созданного Аллахом. В каждом зле есть крупица добра. Кто-то об этом знает, а кто-то нет. Нет. Я приведу пример из разговора, который произошел между мной и одним человеком. Этот человек был полностью парализован. Он мог двигать только головой. Я говорил ему об этом аяте, когда он сказал, вы только поучаете нас, но не знаете нашей боли. Вот я с таким недугом. Где же облегчение, о котором ты говоришь? Мне тяжело и больно. Я не могу удовлетворить свои потребности, кроме как через большие усилия. И я не могу удовлетворить нужды своей семьи. Так он сидел, озвучивая мне свои жалобы. И, конечно, он имел на это право. Это действительно очень трудная ситуация. Великое несчастье. Тогда я сказал ему, хорошо, давай я перечислю несколько вещей, которые Аллах даровал тебе, а остальным нет. Он сказал, давай, что, например? Я ответил, во-первых, ты занимаешь высокое положение у Аллаха. Он спросил, это как? Я сказал, что всемогущий Аллах скажет одному из своих слуг в судный день. О, сын Адама, я был болен, но ты не посетил меня. То есть, Аллах буквально скажет этому человеку, я был болен, но ты не пришел меня навестить. Слуга ответит, как я мог посетить тебя, ведь ты Господь миров. Он удивится, как так? Как сам Аллах может болеть? Как он мог посетить его, когда это сам Аллах? Так что же ответит Аллах? Он скажет ему, если бы ты посетил такого-то, то есть вас, о болеющие люди, то нашел бы меня у него. Мусса спросил, о мой Господь, где мне найти тебя? Аллах ответил, там, где будут разбитые сердца. Чувствуете ли вы величие этих слов? Всемогущий Аллах настолько близок к вам. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, всегда говорил, «Ищите меня среди слабых, ибо именно благодаря вашим слабым вы получаете пропитание и победу». Ты слаб сейчас, и по этой причине ты получишь благо и победы. Это одно из того, что я перечислил. Теперь второе. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, «Верующий будет подвергаться испытаниям до тех пор, пока не встретит он всемогущего и великого Аллаха, будучи безгрешным». «Брат мой, может быть, у тебя было плохое прошлое, может быть, у тебя есть ошибки, и Аллах знает, что ты бесполезен. Деньги затмили твой разум, а грехов стало слишком много. Поэтому Аллах поражает тебя этой болезнью. Зачем? Из милости к тебе. Да помилует тебя Аллах. Может быть, ты этого и не заслуживаешь, но у тебя были мать и отец, которые молились за тебя. О Аллах, о Господь, прости моего сына и впусти его в рай». И Аллах отвечает им и поражает тебя болезнью, чтобы стереть твои грехи, чтобы, когда ты придешь в судный день, ты был свободен от грехов. За каждой тягостью наступает облегчение. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, говорил, «В день воскрешения люди, которые при жизни пребывали в благополучии, будут желать того, чтобы их кожа была разрезана ножницами в мирской жизни, увидев ту награду, которую дадут тем, кого постигали несчастье. Видишь, сколько всего у тебя есть? Это три. Но я дам тебе также и четвертый аргумент». Он спросил, «Какой?» Я сказал, «Брат мой, ты для нас источник риска». Он спросил, «Как?» Пророк, салаллаху алейхи вассалям, говорил, «Тот, кто проведает больного или навестит своего брата по вере, займет место в глубинах рая». То есть, если мы когда-нибудь будем срывать плоды деревьев в раю, то это будет благодаря тебе, ведь мы посещали тебя, когда ты был болен. Так что ты – источник блага для нас. А в другом хадисе говорится, «Если человек посещает своего больного брата в течение дня, то за него до вечера будут молиться 70 тысяч ангелов. То за него до вечера будут молиться 70 тысяч ангелов. А если он посетит больного вечером, то они будут молиться за него до утра. Видишь ли ты все то, что тебе даровано, чего нет у нас? Поэтому не бойся, брат мой. Твой Господь милостив, и Он не даст нам трудностей, если за ними не следует облегчение. Самое главное – пусть твое доверие Аллаху будет крепким. Я прошу у Аллаха облегчить заботы всех, кто обеспокоен, и исцелить каждого больного. Да воздаст вам Аллах благом.